В эфире Актёрская Куилка, меня зовут Елена Бернат. Здравствуйте! Вы знаете, дорогие друзья, на днях у меня в жизни произошло грандиозное событие. И я бы очень хотела с вами поделиться им этой информацией, так сказать. На первый взгляд, наверное, это покажется странным. И если бы я рассказала об этой ситуации в 80-е, в 70-е, в 90-е, вы бы недоуменно пожали плечами и сказали, о чем вообще она говорит. Ну что это за событие? Но произошло это в 2019 году в Америке, в абсолютно американской компании, в которой я работаю. Во время обеденного перерыва мой сотрудник сел за стол, достал из сумки бумажную книгу и начал ее читать. Учитывая, что ему 28 лет, совершенно американский ребенок, мексиканно-пурториканского происхождения, читал бумажную книгу. Первое мое желание было схватить телефон и начать его фотографировать. Потом, конечно же, я от этого отказалась, это не совсем деликатно. И он, видимо, почувствовал мое удивление, мое напряжение, поднял на меня глаза от книги и вдруг сказал, «О, Лена, ты ведь русская, правда? Ты знаешь, мне нужен твой совет. Мой следующий проект – знакомство с русской литературой. И хотел бы я это знакомство начать с Достоевского. Скажи мне, пожалуйста, вот что лучше, с чего лучше начать, с братьев Карамазовых или с преступлений и наказания?» Ну, тут у меня глаза стали превращаться с размером в чайные блюдца. Я мягко опустилась в кресло и забыла, как дышать. Потом я ему сказала, «Послушай, а почему именно за Достоевского? Достоевский все-таки это тяжеловато для восприятия, и потом неизвестно, какой перевод попадет тебе в руки, а у Достоевского специфика все-таки русского языка очень опасно переводить таких авторов, как Достоевский. Может быть, тебе начать попытаться с кого-то другого? Кстати, а что ты читаешь?» – спросила я. Он показал мне обложку книги, а это немного, немало. Габриэль Гарсия Маркис «Сто лет одиночества». Читает 28-летний мальчик. Ну, с позиции моего возраста. Так вот, я ему посоветовала все-таки начать знакомство с русской литературой, с Булгакова. Ну, очень мое, конечно же, субъективное отношение. Это мой любимый писатель. И предложила ему начать с собачьего сердца. Если понравится, тогда перейти уже к мастеру и Маргарите. И представьте себе, на следующий день этот мальчик, мексиканопуартеристанского происхождения, пришел на работу и достал из сумки собачье сердце, книжечку «Собачье сердце» Булгакова на английском языке. Он не поленился пойти в библиотеку после работы. Он нашел эту книгу. И он ее стал читать. Вот если раньше я шла на работу, потому что на работу нужно ходить каждый день, то сейчас я лечу на эту работу, потому что я заново читаю собачье сердце Булгакова вместе с ним. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его и спросить, где ты сейчас? Какой эпизод ты сейчас читаешь? Все ли тебе понятно? Ему многое непонятно. Мне задают удивительные вопросы. Например, Лен, а что такое галуши? Или Лена, а что такое шарик? Помните, шариком назвала она меня. Ну какой я к черту шарик? Шарик — это же что-то круглое, упитанное. По утрам овсянку жрет. В общем, не случайно выбрана сегодняшняя тема программы. Не случайно я хочу напомнить вам о том, что у нас есть Михаил Афанасьевич Булгаков, что у нас с вами есть собачье сердце Михаила Афанасьевича Булгакова. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве И хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются Вы волей-неволей выучитесь грамоте И при том безо всяких курсов Из шестидесяти тысяч московских псов Разве уж какой-нибудь совершенно идиот Не умеет сложить из букв слова «колбаса»? Шарик начал учиться по цветам Лишь только ему исполнилось четыре месяца По всей Москве развесились зелено-голубые вывески С надписью МСПО Мясная торговля Повторяем, что все это ни к чему Потому что и так мясо слышно Да и путаница распроизошла Равняясь по голубовато-едкому цвету Шарик, обоняние которого зашип бензинным дымом мотор Вкатил вместо мясной В магазин электрических принадлежностей Братьев Голубь на Мясницкой улице Там у братьев пес отведал изолированные проволоки А она будет почище из вощечьего кнута И этот знаменитый момент И следует считать началом шариковского образования Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать Что голубой не всегда означает мясной И зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами И воя припомнил Что во всех мясных Первой слева Стоит золотая или рыжая раскоряка Похожая на санки Мэ Далее пошло еще успешнее А он выучил в глав рыбину углу маховой А потом Б Подбегать ему было удобнее с хвоста слова рыба Потому что в начале слова стоял милиционер Израстовые квадратики Облицовывавшие угловые места в Москве Всегда и неизбежно означали С-ы-р Черный кран от самовара Возглавлявший слово Бывшего хозяина Чичкина Горы голландского красного сыра И толпу зверей-приказчиков Ненавидевших собак Опилки на полу И гнуснейший Дурно пахнущий сыр Бакштейн Если играли на гармонике И пахло сосисками Первые буквы на белых плакатах Чрезвычайно удобно складывались в слово НЕ-ПРИ-ЛИ Что значило Неприличными словами Не выражаться И на чай не давать Здесь порою винтон закипали драки Людей били кулаком по морде Правда, в редких случаях А псов Всегда с салфетками Или сапогами А если в окнах висели Несвежие окорока ветчины И лежали мандарины Гау-гау-гастрономия А если темные бутылки С плохой жидкостью В-И-ВИ-НЕ-А Вина Елисеевы братья Бывшие Эти наши доля Мы вернулись в море Там, в круг гуляет Едем измельяя Для народа ради Никакая контра Не уйдет от нас Чу-чу-чу Стучат, стучат копыта Чу-чу-чу Ударил пулемет Белая гвардия На голову разбита А красную армию Никто не разобьет Белая гвардия На голову разбита А красную армию Никто не разобьет Белая гвардия Мы вернулись в море Там, в круг гуляет Недолитый класс Эх, скажи-ка, дядя Для народа ради Никакая контра Не уйдет от нас Чу-чу-чу Стучат, стучат копыта Чу-чу-чу Ударил пулемет Белая гвардия На голову разбита А красную армию Никто не разобьет Белая гвардия Неизвестный господин Притащивший пса к дверям Своей роскошной квартиры Помещавшейся в билетаже Позвонил А пес тотчас же поднял глаза На большую черную С золотыми буквами Карточку, висящую сбоку Широкой, застекленной волнистым И розовым стеклом двери Три первых буквы Он сложил сразу П, Р, О, ПРО Но дальше шла Пузатая, двубокая дрянь Неизвестно что Обозначающая Неужели пролетарий Подумал Шарик с удивлением Быть этого не может Он поднял нос кверху Еще раз обнюхал шубу И уверенно подумал Нет Здесь пролетарием И не пахнет Ученое слово А Бог его знает Что оно значит За розовым стеклом Вспыхнул неожиданный Радостный свет Еще больше оттенив Черную карточку Дверь совершенно бесшумно Распахнулась И молодая красивая женщина В белом фарточке И кружевной наколке Предстала перед псом И господином Первого из них Обдало божественным теплом И юбка женщины Запахла Как ландыш Вот это да Это я понимаю Подумал пес Пожалуйте господин Шарик Иронически пригласил господин И Шарик Благоговейно Пожаловал Вертя хвостом Великое множество предметов Загромождало Богатую переднюю Тут же запомнилось Зеркало До самого пола Немедленно отразившее Второго Истасканного И рваного Шарика Страшные олени Рога В высоте Бесчисленные шубы И калоши И опаловый тюльпан С электричеством Под потолком Где же вы такого взяли Филипп Филиппыч Улыбаясь Спрашивала женщина И помогала Снимать тяжелую шубу На черно Бурой лисе С синеватой Искрой Батюшки Да че ж паршивый Вздор, говоришь Где же он паршивый Строго и отрывисто Спрашивал господин По снятию шубы Он оказался в черном костюме Английского сукна И на животе у него Радостно И неярко Засверкала Золотая Цепь Погоди-ка Да не вертись Хм Это не парша Да стой ты, черт Это ожог Какой же негодяй Тебя обварил, а? Повар, повар Каторжник Повар Жалобными глазами Молвил Песа слегка подвыл Зина скомандовал господин В смотровую его Сейчас же А мне халат Женщина засвистела Пощелкала пальцами И пес Немного поколебавшись Последовал за ней Они вдвоем Они вдвоем попали в узкий Тускло освещенный коридор Одну ларкелой кроме лой дверь миновали Пришли в конец А затем проникли налево И оказались В темной комнате Которая мгновенно Не понравилась Псу своим зловещим запахом Тьма щелкнула Превратилась в ослепительный день Причем со всех сторон Засверкала Засияла Забелела Эй, нет Медленно взвыл пес Извините Не дамся Понимаю Ох, черт бы их взял С их колбасой Это же они меня В собачью лечебницу заманили Сейчас касторку заставят жрать Весь бок изрежут ножиком А до него и так дотронуться нельзя Эй, эй Куда закричала та Которую звали Зиной Пес Извернулся Спружинился И вдруг Ударил в дверь Здоровым правым боком Так, что хряснуло По всей квартире Потом отлетев назад Закрутился на месте Как кубрь под кнутом Причем вывернул на пол Белое ведро Из которого разлетелись Комья ваты Во время вверчения кругом Порхали стены Уставленные шкафами С блестящими инструментами Запрыгал белый передник Искаженное женское лицо Да куда ж ты, черт Лохматый Кричала отчаянно Зина Вот окаян Где у них черная лестница Соображал пес Он размахнулся Комком ударил на обума Стекло В надежде, что это вторая дверь Туча осколков Вылетела с громом и звоном Выпрыгнула Пузатая банка С рыжей гадостью Которая мгновенно Залила пол И завоняла Настоящая дверь Распахнулась Стой, скотина Кричал господин Прыгая в халате Надетым на один рукав И хватая пса за ноги Зина Зина, держи его за шиворот Мерзавца Еще шире Распахнулась дверь Ворвалась еще одна Личность мужского пола В халате Давя битые стекла Накинулась Не ко псу К шкафу Раскрыла его И всю комнату Заполнила сладким И тошным запахом Затем личность Навалилась на пса Сверху животом Причем пес С увлечением Тяпнул ее Повыше шнурков На ботинке Личность охнула Но не потерялась Тошнотворная мерзость Неожиданно Перехватила дыхание пса В голове у него Завертелось Потом ноги отвалились И он поехал Куда-то криво И в бок Спасибо, конечно Мечтательно Подумал он Валясь прямо На острые стекла Прощай, Москва Не видать мне больше Чичкина Пролетариев И краковской Колбасы Иду в рай За собачье Долготерпение Братцы Живодеры За что же вы меня? И тут он окончательно Завалился На бок И издох Для тех, кто только что Подключился к своим Радиоприемникам В эфире Актерская курилка Меня зовут Елена Бернат И сегодня мы Вспоминаем с вами Михаила Фанасьевича Булгакова Отрывки из повести Собачье сердце Когда пёс воскрес У него легонько Кружилась голова И чуть-чуть Тошнило В животе Бока же Как будто Не было Бок Сладостно Молчал Пёс Преоткрыл Правый Томный Глаз И краем Его Увидел Что он Туго Забинтованный Поперёк боков И живота Всё-таки Отделали Сукины дети Подумал он Смутно Но ловко Надо отдать им Справедливость От Севильи До Гренады В теловком Сомраке Ночей Запел над ним Рассеянный И фальшивый Голос Пёс удивился Совсем Открыл Оба глаза И в двух шагах Увидел Мужскую Ногу На белом Табурете Штанины Кальсоны На ней Были Поддёрнуты И голая Жёлтая Голень Вымазана Засохшей Кровью И йодом Угодники Подумал Пёс Это Стал быть Я его Кусанул Моя Работа Ну Будут Драть Раздаются Серенады Раздаётся Стук Мечей Ты зачем Бродяга Доктора Укусил А? Зачем Стекло Разбил А? Жалобно Заскулил Пёс Ну ладно Опомнился И лежи Кретин Как это Вам Удалось Филипп Филиппович Подманить Такого Нервного Пса Спросил Приятный Мужской Голос И триковое Кальсоны Откатилось Книзу Запахло Табаком И в шкафу Зазвенели Склянки Лаской Единственным Способом Который Возможен В обращении С живым Существом Террором Ничего Поделать Нельзя Ни с животными Ни с людьми На какой бы Ступени Развития Они не стояли Это я утверждал Утверждаю И буду утверждать Они напрасно Думают Что террор Им поможет Нет 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 Не поможет Какой бы он Ни был Белый Красный Или даже Коричневый Террор Совершенно Парализует Нервную систему Зина Я купил Этому Прохвосту Краковской Колбасы На 1 рубль 40 копеек Потрудитесь Накормить его Когда его Перестанет Тошнить Захрустели Выметаемые Стекла И женский Голос Кокетливо Заметил Краковской Господи Да ему Надо было Купить На 2 гривен И в мясном Обрезков Краковскую Колбасу Я и сама Лучше съем Только попробуй Я тебе съем Это отрава Для человеческого Желудка Взрослая девушка А как ребенок Тащишь в рот Всякую гадость Не сметь Предупреждаю Ни я Ни доктор Барменталь Не будем с тобой Возиться Когда у тебя Живот схватит Мягкие дробные Звоночки Сыпались В это время По всей квартире А в отдалении Из передней То и дело Слышались Голоса Зазвенел телефон Зина исчезла Филипп Филиппович Бросил окурок Папиросы В ведро Застегнул халат Перед зеркальцем На стене Расправил Пушистые усы И окликнул Пса Ну что Идем Принимать Пес поднялся На нетвердые ноги Покачался И подражал Но быстро Оправился И пошел Следом За развивающейся Полой Филиппа Филиппча Опять пес Пересек узкий коридор Но теперь увидел Что он ярко освещен Сверху розеткой Когда же Открылась Лакированная дверь Он вошел С Филипп Филипповичем В кабинет И тот Ослепил Пса Своим Убранством Прежде всего Он весь Полыхал Светом Горело Под лепным потолком Горело На столе Горело На стене В стеклах Шкафов Свет Заливал Целую Бездну Предметов Из которых Самым занятным Оказалась Громадная Сова Сидящая На стене На суку Ложись Приказал В ярком свете Очень красивым Молодым С черной Острой Бородкой Подал Лист И молвил Прежний Тот час Бесшумно Исчез А Филипп Филиппович Распростерши Пол и халата Сел за громадный Письменный Стол И сразу Сделался Необыкновенно Важным И представительным Нет Это Не лечебница Куда-то В другое Место Я попал В смятении Подумал Пес И Привалился На ковровый Узор У тяжелого Кожного Дивана А Саву Эту Мы Разъясним Дверь Мягко Открылась Вошел Некто Настолько Поразивший Пса Что он Тявкнул Но очень Робко Молчать Ба Да вас Не узнать Голубчик Вошедший Очень Почтительно И смущенно Поклонился Филипп Филиппович Снимайте Штаны Голубчик Скомандовал Филипп Филиппович И поднялся Господи Иисусе Подумал Пес Вот так Фрукт На голове У фрукта Росли Совершенно Зеленые Волосы А на Затылке Они Отливали В ржавый Табачный Цвет Морщины Тяф Он Легонько Потяв Комолчать Как сон Голубчик Мы Одни Профессор Это Неописуемо Конфлюзливо Заговорил Посетитель Пароль Донер Двадцать Пять лет Ничего Подобного Субъект Взялся За пуговицу Брюка Верите ли Профессор Каждую Ночь Обнаженные Девушки Стаями Я Положительно Очарован Вы Кудесник Хм Озабоченно Хмыкнул Филипп Филиппович Всматриваясь В зрачки Гостя Тот Совладал Наконец С пуговицами Снял Полосатые Брюки И под Ними Оказались Невиданные Никогда Кальсоны Они были Кремового Цвета С вышитыми На них Шелковыми Черными Кошками И пахли Духами Пес Не вынес Кошек И гавкнул Так что Субъект Подпрыгнул Я тебя Выдеру Не бойтесь Он не кусается Я Не кусаюсь Удивился Пес Из кармана Брюк Вошедший Вырнил На ковер Маленький Конвертик На котором Была Изображена Красавица С Распущенными Волосами Субъект Подпрыгнул Наклонился Подобрал его И густо Покраснел Вы Однако Смотрите Предостигающие Хмур Сказал Филипп Филиппович Все-таки Не зло Потребляйте Я Я не зло Смущенно Забормотал Субъект Продолжая Раздеваться Я Дорогой Профессор Только в виде Опыта Ну и что же Каковы результаты Строго Спросил Филипп Филиппович Субъект В экстазе Махнул рукой Двадцать пять лет Клянусь Богом Профессор Ничего подобного Последний раз В тысяча восемьсот девяносто девятом году В Париже На Рю-де-Лапе А почему вы позеленели? Лицо пришельца затуманилось Проклятая жидкость Вы не можете себе представить Профессор Что эти бедздельники Подсунули мне вместо краски Вы только поглядите Бормотал субъект Ища глазами зеркало Ведь это же ужасно И морды нужно бить Сфилиппея добавил он Что же мне теперь делать? Профессор Спросил он плаксиво Хм Ну умритесь наголо Профессор Жалобно воскликнул посетитель Да ведь они же опять же седые вырастут Кроме того Мне на службу носа нельзя будет показать Я и так уже третий день не езжу Эх Профессор Если бы вы Открыли способ Чтобы И волосы Омолаживать Не сразу Не сразу Мой дорогой Бормотал Филипп Филиппич Наклоняясь Он блестящими глазками Исследовал голый живот Пациента Ну что ж Прелестно Все в полном порядке Я даже Сказать по правде Не ожидал Такого Результата Одевайтесь Голубчик Много крови Много песен Я же тот Кто всех Прелесене Дребезжащим Как сковорода Голосом Подпел пациент И сияя Стал одеваться Приведя себя в порядок Он Подпрыгивая И Распространяя Запах духов Отсчитал Филипп Филиппичу Пачку денег И нежно Стал жать ему Обе Руки Две недели Можете не показываться Сказал Филипп Филиппич Но все-таки Прошу вас Будьте осторожны Профессор Из-за двери В экстазе Воскликнул голос Будьте Совершенно Спокойны Он Сладостно Хихикнул И пропал Рассыпной звонок Пролетел по квартире Лакированная дверь Открылась Вошел Тяпнутый Вручил Филипп Филиппичу Листок И заявил Годы Показаны Неправильно Вероятно 54-55 Тоны сердца Глуховаты Он исчез И сменился Шуршащей дамой В лихо заломленной Набок шляпе И со сверкающим Колее На вялой И жеваной Шее Страшные черные мешки Сидели у нее под глазами А щеки были Кукольно-румяного цвета Она Очень сильно Волновалась Сколько вам лет Сударыня Очень сурово Спросил ее Филипп Филиппич Дама испугалась И даже побледнела Под коркой румян Я Профессор Клянусь Если бы вы знали Какая у меня Драма Лет вам сколько Сударыня Еще суровее Повторил Филипп Филиппич Честное слово Ну 45 Сударыня Возопил Филипп Филиппич Меня ждут Не задерживайте Пожалуйста Вы же не одна Грудь дамы Бурно вздымалась Я вам одному Как светилу науки Но клянусь Это такой ужас Сколько Вам Лет Яростно Как на духу Богом клянусь Говорила дама И живые пятна Сквозь искусственные Продирались На ее щеках Я знаю Это моя последняя страсть Ведь это Такой негодяй О Профессор Он карточный Шулер Его знает Вся Москва Он не может Пропустить Ни одной Грустной Модистки Ведь он Так дьявольский Молод Дама Бормотала И выбрасывала Из-под шумящих Юбок Скомканный Кружевной Клок Пес Совершенно Затуманился И все В голове У него Пошло Кверху Ногами Ну вас К черту Мутно Подумал Он Положил голову На лапы И задремал От стыда И стараться Не буду Понять Что это За штука Все равно Не пойму Очнулся Он От звонка И увидел Что Филипп Филиппович Швырнул В таз Какие-то Сияющие Трубки Пятнистая Дама Прижимая Руки К груди С надеждой Глядела На Филипп Филипповича А тот Важно Нахмурился И сев За стол Что-то Записал Я вам Сударыня Вставлю Яишники Обезьяны Объявил он И посмотрел Строго Ах Профессор Неужели Обезьяны Да Непреклонно Ответил Филипп Филиппович И Когда же Операция Бледным И слабым Голосом Спрашивала Дама От Севильи До Гренады В Понедельник Ляжете В клинику С утра Мой ассистент Приготовит Вас Я не хочу В клинику Нельзя ли У вас Профессор Видите ли У себя Я делаю Операции Лишь в Крайних Случаях Это будет Стоить Очень дорого 50 Червонцев Я согласна Профессор Двери открывались Сменялись лица Гремели инструменты Шкафу И Филипп Филиппович Работал Работал Не покладая рук Похабная Квартирка Думал Пес Но до чего Хорошо А на какого Чёрта Я ему Понадобился Неужели Жить Оставит Вот Чудак Да ведь Ему ж только Глазом Мигнуть Он таким Бы Псом Обзавёлся Что Ахнуть А может Я И Красивый Видно Моё Счастье А Сова Это Дрянь Наглая Окончательно Пёс Очнулся Вечером Когда Звоночки Прекратились И как раз В то мгновение Когда Дверь Пропустила Особенных Посетителей Их Было Сразу Четверо Все Молодые Люди Все Одеты Очень Скромно А этим Что Нужно Удивлённо Подумал Пёс Гораздо Более Неприязненно Встретил Гостей Филипп Филиппыч Он Стоял У письменного Стола И смотрел Как Полководец На врагов Ноздри Его Истребиного Носа Раздувались А Вошедшие Топтались На Ковре Мы К вам Профессор Заговорил Тот Из них У кого На голове Взвышалась На четверть Ашина Кап На Густейших Вьющихся Черных Волос И Вот По Какому Делу Вы Господа Напрасно Ходите Без Калош В Такую Погоду Перебил Его Наставительно Филипп Филиппыч Во-первых Вы Простудитесь А во-вторых Вы Наследите Мне На коврах А все Ковры У меня Персидские Тот Скопной Умок И все Четверо В изумлении Уставились На Филипп Филиппыча Молчание Продолжалось Несколько Секунд И Прервал Его Лишь Стук Пальцев Филипп Филиппыча По Расписному Деревянному Блюду На столе Во-первых Мы Не Господа Молвил Наконец Самый Юный Из Четверых Персикового Вида Во-первых Перебил Его Филипп Филиппыч Вы Мужчина Или Женщина Четверо Вновь Смолкли Открыли Рты На этот Раз Опомнился Первый Тот Скопной Какая Делива Я Женщина Признался Персиковый Юноша В кожаной Куртке И сильно Покраснел Вслед за Ним Покраснел Почему-то Густейшим Образом Один из Вошедших Блондин В попахе В таком Случа Вы можете Оставаться В кепке А вас Милостивый Государь Я попрошу Снять головной Убор Внушительно Сказал Филипп Филиппыч Я вам Не Милостивый Государь Резко Заявил Блондин Снимая Попаху Мы пришли К вам Вновь Начал Черный Скопной Прежде всего Кто это Мы Мы Новое Домоуправление Нашего дома В сдержанной Ярости Заговорил Черный Я Швондер Она Вяземская Он Товарищ Пеструхин И Товарищ Жаровкин И вот Мы Это Вас Вселили В квартиру Федора Павловича Шаблина Нас Ответил Швондер Боже Пропал Дом В отчаянии Воскликнул Филипп Филиппович И всплеснул Руками Что вы Профессор Смеетесь Возмутился Швондер Ой Какое там Сны Я в полном Отчаянии Что же Теперь Будет С паровым Отоплением Вы Издеваетесь Профессор Да Какое там По какому Делу Вы пришли Ко мне Говорите Как можно Скорее Я Иду Обедать Мы Управление Дома Пришли К вам После Общего Собрания Жильцов Дома На котором Стоял вопрос Об уплотнении Квартир Дома Кто На ком Стоял Потрудитесь Излагать Ваши Мысли Яснее Вопрос Стоял Об уплотнении Довольно Я понял А вам Известно Что Постановлением От 12 Сего Августа Моя Квартира Освобождена От каких Быто Ни Было Уплотнений И Переселений Известно Ответил Швондер Но Общее Собрание Рассмотрев Ваш вопрос Пришло Заключение Что В общем И целом Вы занимаете Чрезмерную Площадь Совершенно Чрезмерную Вы Один Живете В семи Комнатах Я Один Живу И работаю В семи Комнатах Ответил Филипп Филиппович И желал бы иметь Восьмую Она мне необходима Под библиотеку Четверо Они имели Восьмую Однако Здорово У меня Приемная Заметьте Она же Библиотека Столовая Мой кабинет Три Смотровая Четыре Операционная Пять Моя спальня Шесть И комната Прислуги Семь В общем Мне не хватает Да впрочем Это неважно Моя квартира Свободна И разговору Конец Могу я Идти обедать Извиняюсь Сказал Четвертый Похоже на Крепкого Жука Извиняюсь Перебил Швондер Вот именно По поводу Столовой И смотровой Мы и пришли Говорить Общее собрание Просит вас Добровольно В порядке Трудовой Дисциплины Отказаться От столовой Столовых Нет Ни у кого В Москве Даже У Айсидоры Дункан Звонко Крикнула Женщина С Филипп Филипп Что-то Сделалось Вследствие Чего Его лицо Нежно Побагровело Но он Не произнес Ни одного Звука Выжидая Что Будет Дальше И от Смотровой Также Продолгал Швондер Смотровую Прекрасно Можно Соединить С кабинетом Молвил Филипп Филиппович Каким-то Странным Голосом А где Я должен Принимать Пищу В спальне Хором Ответили Четверо Багровость Филипп Филипповича Приняла Несколько Сероватый Оттенок В спальне Принимать Пищу Заговорил Он Придушенным Голосом В смотровой Читать В приемной Одеваться Оперировать В комнате Прислуги А в столовой Осматривать Очень возможно Что Айседора Дункан Так и делает Может быть Она в кабинете Обедает Кроликов Режет В ванной Может быть Но Яне Айседора Дункан Вдруг Ряфнул Багровость Ага Молвил Филипп Филипп Филиппович Голос Его принял Подозрительно Вежливый Оттенок Одну Минуточку Прошу Вас Подождать Вот это Парень В восторге Подумал Пес Весь В меня Ох Тяпнет Он их Сейчас Ох Тяпнет Я не знаю Каким Способом Но так Тяпнет Бери их Этого Голенастого Сейчас Взят Повыше Сапога За подколенное Сухожилие Филипп Филиппович Стукнув Взял трубку С телефона И сказал В нее Так Пожалуйста Да-да Благодарю вас Петра Александровича Попросите Пожалуйста Профессор Преображенский Петр Александрович Очень рад Что вас застал Благодарю вас Здоров Петр Александрович Ваша операция Отменяется Что Совсем Отменяется Равно Как и все Остальные Операции Вот почему Я прекращаю Работу в Москве И вообще В России Сейчас Ко мне Вошли четверо А я один из них Женщина Переодетая мужчиной Двое вооруженные Револьверами И терроризировали Меня в квартире С целью Отнять часть ее Позвольте Профессор Начал швондер Меняясь в лице Извините У меня нет возможности Повторить все Что они говорили Я не охотник До бессмыслиц Достаточно сказать Что они предложили мне Отказаться От моей смотровой Другими словами Поставили меня В необходимость Оперировать вас Там Где я до сих пор Резал кроликов В таких условиях Я не только не могу Но не имею Права работать Поэтому Я прекращаю деятельность Закрываю квартиру И уезжаю в Сочи Ключи могу передать Швондеру Пусть он оперирует Четверо застыли Снег таял У них на сапогах Но что же делать Мне самому Очень неприятно Как? О нет Петр Александрович О нет Нет Больше Я так не согласен Это уже второй случай С августа месяца Как угодно Хотя бы Но только одно условие Кем угодно Что угодно Когда угодно Но чтобы это была Такая бумажка При наличии которой Ни швондер Ни кто-либо другой Не мог бы даже подойти К дверям моей квартиры Окончательная бумажка Фактическая Настоящая Броня Чтобы мое имя Даже не упоминалось Да Пожалуйста Кем? Ну Это другое дело Хорошо Сейчас передаю Трубку Я слушаю Да Председатель домкома Швондер Так мы же действовали По правилам Так у профессора И так исключен Хорошо Совершенно красный Он повесил трубку И повернулся Это какой-то Позор АПЛОДИСМЕНТЫ